Доброго дня, всем добрым людям. На YouTube-канале Марка Солонина. Внеочередной и внеплановый на техникум. Не сомневаюсь, что почтеннейшая публика ждет продолжения разговора о первых турберактивных двигателях, а дальше на следующие двигатели, первые в мире. И акрилатая ракета, естественно, немецкая, V1, о чем я сейчас и готовил вам. Но все наши планы в очередной раз спутал Вова Путин со своими очередными фейками, очередными мультиками. Поэтому сегодня мы поговорим про путинский бревестник, ужасающую ракету, сядя над двигателем, которая уже всех победила и в ближайшем будущем всех победит. А прежде чем я начну грузить вас в почтеннейшие разговоры о технике, которую мы все любим, я предлагаю людей, в том числе и далеких от техники, ну просто включить мозги. Ну, ребята, на осинке не растут апельсинки. Это не высшая математика, это не термодинамика, это ботаника. Я надеюсь, что ботанику вы знаете на пять. Ну, не растут на осине апельсины. Не может страна бензоколонка производить какие-то аналоговнеты. Аналоговнеты, она зарядчайшими, а может быть ошибочными, на мой взгляд, исключениями, может быть, когда-то делала в те славные времена, когда это была не Россия, это был огромный Советский Союз. То есть это Россия плюс Украина, плюс Беларусь, плюс Кавказские республики, плюс Прибалтика, Средняя Азия, где везде были научные коллективы, были специалисты, были ресурсы, была совершенно другая страна, в которой никто не работал помощником мерчендайзера в плане хэдхантинга. И вот эта страна, эта страна с ее усилиями, в лучшем случае, в лучшем случае, на протяжении двух золотых десятилетий, 50-60-х годов, шла ноздря в ноздрю, или, может быть, как сейчас мы это увидим, отставая, постоянно отставая на несколько лет, на несколько шагов, от мирового лидера. Ну, о чем можно говорить сейчас, когда все умные из этой страны уехали лет 20 назад, полуумные уехали лет 10 назад, уехал миллион немцев, уехал миллион евреев, целыми республиками и государствами отвалили целые народы, что же там может такого произойти, аналогов нетного? Ну, это такое простое, ясное, сугубо ботаническое объяснение. Ну, а теперь переходим, собственно говоря, к техникумам. А что такое за зверь ядерный, ракетный, ядерный реактивный двигатель? Мы об этом уже много раз говорили, но я не виноват. Вова Путин долдонит свои глупости. Я с настройчивостью дятла нарушаю, пытаюсь опровергнуть правила маркетвера о том, что обмануть людей гораздо проще, чем объяснить всем, что им обманывают. Вслед за Вову Путином все это дело рассказываю, как оно есть на самом деле. Вы это все слышали, вы это все знаете, вы это все обязаны знать, если вы дисциплинированно ходите на занятия нашего технику. Итак, смотрим на картинку. В большинстве раз вы сейчас от меня услышите, что любой, любой ракетный, реактивный, как его ни назови, двигатель, должен содержать в себе как минимум два элемента, два агрегата. Все остальное может быть или не быть, но два должно быть обязательно. Камера нагрева и сопло. В камере нагрева рабочее тело нагревается, соответственно, расширяется и вырывается. Ему надо же куда-то деваться. И устремляется в сопло, где разгоняется до большой скорости. Цепловая энергия превращается в кинетическую энергию, в высокоскоростной струи того самого рабочего тела, который вылетает в одну сторону, а все вместе двигатель, ракета летит в другую сторону. В самом наипростейшем варианте, вот верхняя картинка, это затопленный двигатель, но проще уже придумать нельзя. Рабочее тело, все целиком полностью уже загружено, заложено, залито в камеру нагрева. Какова камера нагрева? В данном случае является камера сгорания. Вот там оно сгорает, при этом нагревается, ну и дальше значит, вылетает продукт изгорания. Это рабочее тело из твердого стало газообразно, вылетело в сопло. В гораздо более распространенном случае, жидкостного ракетного двигателя, рабочее тело хранится в отдельном баке, как правило, в двух баках, для двух компонентов. Каким-то способом, не отвлекаемся, попадает в камеру сгорания, там сгорает, нагревается, вылетает. Много раз мы с вами говорили о том, что хотя в 99-999% случаев практически всегда камерой нагрева является камера сгорания, и рабочее тело способно гореть. Но в общем случае, в самом общем случае, мы должны четко понимать, что это камера нагрева. А нагрев может быть и не обязательно в результате горения. Вот эту картиночку мы с вами тоже разглядывали, когда говорили про жидкостные ракеты «Виксели», полет на Луну и так далее. Совсем не обязательно нагрев рабочего тела должен происходить в результате реакции химического окисления. Горение может быть по-другому. Вот, например, как перед вами. Камера нагрева есть, баллон с рабочим телом, который каким-то образом не отвлекается, каким-то попадает туда, в камеру нагрева. А кто же ее нагревает? А нагревает ее внешний источник тепловой энергии. Например, атомный реактор. То, что я так пытался изобразить, допустим, атомный реактор. Вот там происходит управляемая ядерная реакция, реакция деления. Выделяется очень-очень много тепла. Это тепло снимается, например, жидким теплоносителем, который циркулирует через ядерный реактор, снимает тепло, соответственно, предотвращает реактор от того, что он расплавился. И дальше это тепло по трубочкам, земневичкам, заносится в камеру нагрева, где выше упомянутое тепло, и нагревает рабочее тело. Наруширяется, вылетает в сопло. Все это дело двигается. Мы это с вами тоже видели. В случае, если двигатель воздушный, реактивный, или по-простому самолетный, вот так по-простому самолетный, то в качестве рабочего тела используется воздух, окружающий нас бесплатный, практически бесконечный, неограниченный воздух. Нам не надо с собой возить рабочее тело в каком-то баллоне, в каких-то баках, просто этот воздух заходит через какое-то входное отверстие, что-то там, неважно, сжимается, не сжимается, нас сейчас не это интересует, он, в общем, туда заходит почему-то через воздухозаборник, нагревается теплом атомного реактора и вылетает в сопло. Такой вариант будет называться воздушно-реактивным, или просто-реактивным, или самолетным, а предыдущий вариант, когда мы все рабочее тело, как правило, в жидком виде возим с собой, возим с собой, это будет называться ракетный двигатель. Понятно? Все понятно. И вы это все должны знать. А когда это придумали умные люди, умные люди это знали всегда. Следующая картинка, которую вы тоже видели, не сомневаюсь, просто не сомневаюсь, что вы немедленно вспомнили, что это такое, это удивительный и невероятный радиатор жидкостного охлаждения двигателя на знаменитом и легендарном английском истребителе Второй мировой войны Спитфайре. Вот так вот там было все по-умному сделано, что радиатор надо как-то поместить в воздушный поток, чтобы он его обдувал, ну, как на вашем автомобиле. А вот там умные люди сделали такой хитрый, сложно профилированный канал воздушный на подходе от воздухозаборника, на выходе, что, ну, конечно, как двигатель это не работало, но, тем не менее, тепло от радиатора. Мы не ставим задачу греть воздух, наоборот. Конструкторы авиомоторы были бы счастливы, если бы они не грели воздух, а всю энергию сгоревшего бензина отправили на рассекунку винта. Но так не получается. Огромное количество тепла уходит в систему охлаждения, второе начало термодинамики, не обойдешь. Радиатор горячий, он неизбежно нагревает воздух, но если нагревать воздух в таком сложно правильно сделанном канале, то появляется он уже, если не дополнительная тяга, ну, хотя бы сопротивление радиатора существенно снижается. Это люди придумали, как вы понимаете, первая половина 40-х годов. Это спидфайринг, самолет Второй мировой войны. Так что все это давным-давно известно. Теперь переходим уже, собственно, к практическим ядерно-ракетно-ядерно-реактивным делам. А как мы все с вами помним, ну, судя по возрасту наших уважаемых зрителей, некоторые это просто помнят, а другие в книжке читали, когда, значит, придумывался атомная бомба, придумывался ядерный реактор, то есть управляемая ядерная реакция деления, умы, умы человечества были охвачены лихорадкой, просто лихорадкой. И в руках оказался вот это вот кольцо могущества, его стали ссувать куда только можно. Вот у нас теперь появился ядерный реактор. Замечательно. Давайте мы его, ну, к чему его? Допустим, мы его поставим на ледокол. У нас получается атомный ледокол Ленин. Да, совершенно верно. Аналогов не было. А вот давайте мы сделаем такой маленький компактный ядерный реактор, да засунем его в подводную лодку. У нас получится подводная лодка, которая может не часами, не днями, а месяцами находиться под водой. А давайте мы сделаем еще что-то. А давайте мы атомный реактор приспособим и сделаем такой вот полярный, полярный, арктический дом на гусеницах. Вот бывают, знаете, такие туристические дом на колесах. А это мы делаем дом на гусеницах. Внутри него ядерный реактор. В результате вот он ползает по северному или по южному полюсу. За стенкой минус 60. А внутри у нас тепло, светло, горячей душной энергии практически бесконечное количество. И это всегда. Это всегда. Потому что несколько килограммов, или сколько, десятков килограммов ядерного топлива хватит на несколько лет. Замечательно, прекрасно. Куда только не совали вот этот, вот, оказавшийся в руках у человечества и его лучших умов ядерный реактор. Ну, разумеется, не могли пройти мимо. Не могли мимо пройти. Это дело и ракетчики. И две, скажем так, главные линии научно-технического прогресса 50-х годов, ядерная и ракетная, абсолютно неизбежным образом пересеклись. Конечно же, всем захотелось, всем захотелось использовать колоссальное энерговыделение ядерного реактора, использовать огромную энергоемкость ядерного топлива, практически бесконечно происходящую энергоемкость любых аккумуляторов или химического топлива, для того, чтобы это дело присобачить к ракете. Одну общую схему мы уже видели, вот еще раз, она уже в чуть более, чуть более подробном варианте, в качестве рабочего тела используется, да, конечно, он, конечно, он, жидкий водород, самый легкий вещество, какое бывает на Земле, жидкий водород, вот мы увидим, он прямо буквально проходит через зону, через активную зону, он уже является охладителем газированного реактора, непосредственно через него его прокачивают, и когда жидкий водород превращается в газообразный водород, еще нагретый до 3000 градусов Кельвина, а то он вылетает в сопло, где разгоняется до колоссальной скорости, во много километров в секунду, но отчасти, вы видите, трубочка отводится, чтобы крутить турбинку, каковая турбинка, крутит насос, каковый насос, все это дело и подает. Это картинки, а теперь мы переходим от картинок прямо-таки к самому настоящему делу. Вы можете не сомневаться, можете не сомневаться, что это дело, конечно же, начали раньше все делать в Соединенных Штатах, и сделали, и сделали его, его реально сделали. Об этой программе, программе НЕРВА, ну, нуклеэнджин и так далее, ядерный двигатель для ракеты, к сожалению, мало знает публика, а он развивался, этот проект НЕРВА, параллельно с проектом Сатурна, ракеты для полета на Луну, и потрачены были ресурсы, вполне сопоставимые, и были получены столь же феноменальные результаты. Первое, что вы видите перед собой, это, конечно, схема, которая показывает размеры рядом с человечком, это двигатели, обратите внимание, они в необычной позе, соплом выходного, то есть соплом наверх, то есть струя, реактивная струя будет бить по этой картинке наверх. Вот их там было последовательно четыре варианта, можно сказать, четыре поколения. Программа эта началась в 1955 году, 1955 году она началась, в 1958 году программа эта взяла под свое крыло НАСА, значит, задача была в том, чтобы создать ядерный двигатель с тягой порядка 30 тонн, это весьма скромно, ну, как вы помните, на Сатурне-5 было 5 двигателей по 700 тонн каждый, поэтому достоинством главным здесь была не какая-то запредельная тяга, тяга была весьма скромная, а, во-первых, исключительно высокий удельный импульс, ну, помните, что это такое, да, порядка 850, так они получили 850, что в два с половиной раза лучше, чем самый лучший ракетный, ну, химический ракетный двигатель того времени. Удельный импульс – это показатель экономичности, то есть удельный импульс 800 секунд, это значит, что расходы 1 килограмм рабочего тела двигатель будет создавать тягу в 1 килограмм силы, то есть в 10 ньютонов, а в течение, ну, там, как я бы сказал, 800, значит, в течение 800 секунд, если 850 – 850 секунд, то есть это показатель экономичности того, как мы используем рабочее тело. И, соответственно, ядерный этот двигатель мог бы работать с феноменальным удельным импульсом и работать не сотни секунд, как работает обычный химический двигатель, а тысячи секунд. Для чего все это дело и делалось? Оно реально было сделано, и оно было реально сделано. В 1964 году у них уже заработал, собственно, сам компактный реактор, с которым много возились, и, в конце концов, довели его до чрезвычайно устойчивой работы, он работал уже десятками минут, он включался и выключался, были проведены очень интересные испытания, рядышком ставили несколько ядерных реакторов, никто никогда такого не делал, ну, ни в каком, ни подводной лодке, ни на атомном авианосце никогда не ставят рядом два реактора, а что будет их поставить два, как они будут вот так другого влиять, не трончики-то летают, нет, выяснилось, что все нормально, то есть ядерные ракетные двигатели могут быть собирать в пакеты так же, как собираются обычные химические, доведя до некоторого состояния, некой кондиции двигатель, извиняюсь, реактор, они уже начали испытание двигателей, представьте себе, двигатель они реально испытывали, ну, вот это макет, это макет, который, заметьте, был показан журналистам, это макет, вот, он уже на испытательном стенде, вот тут люди с ним работают, такие размеры испытательного стенда, и самое главное, это все просто работало, это зал управления, еще раз повторяю, в проект были вложены колоссальные деньги, развивался он буквально вот в те же самые, а в те же самые месяцы и годы, когда создавалась гигантская лунная ракета Сатурн-5, ожидания были очень большие, и что самое удивительное, ну, не то, что удивительно, что похвально, что ожидания оправдались. Вот перед вами замечательная табличка, 44, если я не путаю, испытание было приведено с сентября 64 по мацу 69 года, действительно, параллельно Сатурну с лунной программой, была получена выходная мощность реактора работающего, видится, 1000, более 1000, 1100, 1200 мегаватт, пожалуйста, запомните эту циферку, более 1000 мегаватт, если в первых запусках он работал десятки секунд, то под конец они уже довели до того, что он работал, видите, полчаса, ну, полчаса двигателя работающего, естественно, в космосе, в вакууме, с тяга 30 тонн, в общем, можете представить, что они ожидали, а по результатам этих испытаний, причем они были совершенно успешны, НАСА составило отчет о том, что двигатель вполне пригоден для установки уже на верхней ступени, на верхней ступени ракеты-носителя, и они под этот двигатель планировали пилотируемую, пилотируемую экспедицию, пилотируемый полет на Марс через 10 лет, в 78-м году. Еще раз подчеркиваю, оно работало, оно реально работало, и проект был закрыт в 73-м году, закрыл его президент Никсон по соображениям, ну, может быть, совершенно правильным соображениям, по соображениям экономическим, просто чудовищно дорого, ну, чудовищно дорого, Америка такая интересная страна, что у них парламент называется Палата представителей, представители народа сказали, ну, ребят, у нас половина народа без медицинской страховки, а мы то Вьетнам спасаем, то мы космос завоем, давайте займемся собой, а? И в 73-м году это дело закрыли, проект закрыли, но был получен, конечно, колоссальный совершенно объем научных, технических, технологических знаний. Вот это то, что делали американцы, что получается, это примерно 60 лет назад, 60 лет назад. Разумеется, можете даже не сомневаться, что все то же самое пытались сделать в Советском Союзе, не скажем, что с опоздаем, с отставанием на 5-10 лет, с мощностью, соответственно, в 20 раз меньше, и безо всякого результата. Картинка, которая сейчас перед вами, вам тоже должна быть известна, мы ее тоже разглядывали, мы ее тоже разглядывали, когда у нас был аэрокетный цикл. Это тот самый двигатель РД-04-10, Воронежская КБ «Химавтоматика», по таким замечательным названиям скрывалась одно из мощнейших и очень продвинутых, очень продвинутых в техническо-научном отношении Конституционного бюро Советского Союза, в котором зарабатывали мощные жидкостные ракетные двигатели. Так вот, по постановлению Совмена СК КПСС, как положено, в 65-м году, только в 65-м году, у американцев уже работало реально что-то на стенде, в 65-м году было постановление СК о том, что надо разработать, поручили это дело химавтоматике, должен был быть сделан двигатель с тяга 3,6 тонн, это на раз 8, меньше, чем у американцев, и, соответственно, мощности больше 60 мегаватт даже не ожидалось. Еще раз повторяю, американцев было 1200, 20 раз больше. Работали много, никаких огневых испытаний никогда не было, но был сделан реактор, был реально сделан реактор. В 78-81 годах он начал испытываться семипалатински. То есть, через 5 лет после того, как Никсон уже все закрыл у американцев, начались советские испытания реактора. Двигатель, как таковая железка, был сделан, турбонасосы, все турбонасосные агрегаты были сделаны, тоже на жидком водороде. И это, как пишут, знаешь, люди очень пригодились в дальнейшем как бы химавтоматике, когда они делали, причем сделали они очень качественный, нормальный двигатель, кислород водородный, вот этот опыт работы с жидким водородом, но двигатель не работал ни одной секунды, как двигатель. Ну и, в конце концов, потратив какое-то количество силы времени в Советском Союзе, также этот проект был закрыт, ввиду того, что жировель этот летает очень высоко, пожирает гигантские деньги, давайте-ка мы займемся синицей в руках. Это грандиозные, грандиозные проекты, грандиозные проекты, которые, ну, у меня, думаю, вас вызывают просто восхищение тому, чем величие человеческого ума и настойчивости. Однако эти проекты – это просто мышонок по сравнению со слоном, по сравнению с проектом Орион, который двигали американцы. Это проект, представьте себе, взрывного, взрывного ядерного, если это можно назвать словом «двигатель». То есть мы уже собираемся двигаться не при помощи управляемой реакции, ядерной реакции, а прямо-таки при помощи бомб. На схеме это выглядит так. Значит, смотрим на левую часть картинки, вот этот бабах, это взрывается, там взрывается атомная бомба, нормальная такая, урановая или плутоновая бомба, деление, очень маленькая, примерно в одну килотоночку. Ну, к тому времени это уже, это тоже началось в 50-х. К тому времени такие уже заряды малой мощности делать умели, смотрим на нашем канале, есть кино под названием «Бомба в кармане». Там об этом рассказывается. Как научились делать такие маленькие. Так вот, она взрывается, все, конечно, присвоит уже в космосе, уже безвоздушное пространство, уже далеко-далеко от Земли. И толкает, видите, там нарисована толкающая платформа. Ну, то есть, такое, толкает плиту. А плита это через амортизаторы, демпферы, передает вот этот толчок на ракету. Вы, конечно, хотите спросить, а как можно толкнуть безвоздушную пространство? Там же нет ударной волны. Смотря из чего. Ударной волны из воздуха там, конечно же, нет. Но вещество, вещество же не исчезло, ядерное. А ядерная начинка, да и вся прочая начинка бомбы, она не исчезла. Эти десятки, сотни килограмм материи превращаются в высокотемпературную плазму. А плазма эта стремительно расширяется и толкает. Вы не поверите или поверите, но американцы, этот проект Арион, они планировали потратить на него 20 миллиардов тогдашних долларов. То есть, цифра вполне сопоставимая. Ну, 40 миллиардов они потратили на полеты на Луну, всю программу полетов на Луну. Что-то страшно сказать, но там вообще ожидались какие-то феноменальные вещи, какие-то полеты на Альфа-Центавру, какие-то гигантские космические корабли с тысячами астронавтов. Главной проблемой было для них, а что вообще, не исчезнет ли, не испарится ли эта плита. Ну, никогда это, конечно же, не испытывалось. Уж не буду вас обманывать и утешать. Однако, однако, наземные были проведены испытания. В девяти метрах от, ну, то есть, устанавливается ядерно-зрывное устройство килотонной мощности, это килотонного энерговыделения. И в девяти метрах от него раскладывались стальные шары, покрытые толстым слоем графита. И, что оказалось, все нормально. Шар остался шаром. То есть, графит немедленно испарился, унес с собой тепло, а шар оказался вполне себе шаром. То есть, он даже не сдеформируется. То есть, графит испарился достаточно симметрично. И таким образом они пришли к выводу, что, в общем, идея рабочая, что платформа эта не исчезнет, не исчезнет, не расплавится, не испарится. И что таким вот образом, взрывая там каждую секунду или каждую минуту, один за другим атомные бомбочки, можно будет в космосе, конечно же, безвоздушное пространство, выводить все это надо туда обычными химическими ракетоносителями. Можно что-то такое ужасное разогнать. И скажу вам, черти куда улететь. И черти куда улететь. До 65-го года, с 58-го по 65-й год, американцы этим делом занимались. Но до Альфа-Центавра за 130 лет, как они планировали это дело, никуда не улетело. На скорости, заметьте, 10 тысяч километров в секунду. Одна тридцатая скорости света. И в 65-м году, вот на уровне таких первых каких-то полунатурных экспериментов, это дело было закрыто. А что думаете в Советском Союзе? Вообще, что удивительно? Как-то так получается, как чем делают американцы? Через 5 лет это начинают делать в Советском Союзе. Я даже не знаю, почему так получилось. Да, тоже был такой проект. Также Совет включенный, прежде всего, начали с того, не исчезнет ли платформа, не испарится ли она, если рядом с ней будет в нескольких метрах происходить ядерные взрывы, и что надо сделать, чтобы она не испарялась. Однако, до каких-либо натурных экспериментов в Советском Союзе дело так никогда и не дошло. После той, золотой эпохи 50-60-х, когда ревок научно-технический был просто, наверное, уникальный и единственный в истории человечества, прошло 40-50 лет, народ, конечно же, измельчал. Однако, снова стал возвращаться народ к своему состоянию разумности. И снова, вот сейчас, разумеется, в Соединенных Штатах, прежде всего, а уже подтягивается Великобритания и уже подтягиваются китайцы, конечно же, снова возвращаются к идее, к проектам ядерного ракетного двигателя. Прямо, скажем, принципиально все это вытекает оттуда, уже из проекта «Нерва». Но уже есть многие интересные, скажем так, есть многие интересные картинки. Что с этих интересных картинок будет? Вот одна вот красивая картинка. Вот Лохит Мартин делает что-то. Ну, в принципе, по той же схеме. То есть, ядерный реактор нагревает ожитый водород. И это все дело куда-то летит. А вот это Роллс-Ройсовский. Роллс-Ройс нам, правда, практически родной. Для тех, кто послушал предыдущие три нашей серии первые турборативные двигатели. Вот это Роллс-Ройсовский сверхминиатюрный ядерный реактор для ядерных ракетных двигателей. К сожалению, ничего не могу сказать, не нашел. Наверное, плохо искал ни габаритов, ни мощности. Вот, опять же, английский, британский. Обратите внимание на дату. 14 июля 2023 года. То есть, пока Путин рисует... Ну, не Путин рисует, а путинские прохлебатели рисуют мультики. Люди работают. Вот эта штука, по крайней мере, на этапе, извиняюсь за выражение, демонстратора технологии должна в 2021 году заработать. Это страшно сказать, что перед вами тоже даже не ядерные реакции деления. Здесь уже они что-то хотят, знаете, или совладать с управляемым термоядом. Вот эти красивые катушечки – это магнитное удержание высокотемпературной термоядерной плазмы. И вот тепло, которое будет из этого дела получаться, будет разогревать рабочее тело. Это все, что я способен из себя выговорить, потому что это уже очень далеко выходит за границы моей компетенции. Но такую вещь люди делают. Самое же, на мой вкус, на мой взгляд, красивое делают американцы. Опять же, обратите внимание на дату. Я вам ее объем. 15.02.2023 года выдан грант американской компании. НАСА выдала грант на разработку ядерного ракетного двигателя действительно существенно нового типа. Как-то они его называют? Двигатель на осколках деления. Причем, что интересно, это я просто перевод с английского. Оказывается, это давнишняя концепция. Это, оказывается, даже не сегодня придумано. Оказывается, аналоги у нее были уже десятки лет назад. А в чем красота этой ошеломляющей идеи? А все то, о чем мы говорили до этого, был нормальный. То есть двигатель стал из нормального, твердоцельного, твердофазного ядерного реактора. То есть просто урановые стержни и, допустим, графитовые стержни замедлить. Это такая твердая штуковина, твердая сборка, тепловыделяющая. И через нее уже тем или иным образом тепло от нее передается рабочему телу. А здесь рабочее тело и ядерное горючее объединены в единое. То есть такая аэрозоль, аэрогель, как их сейчас называется. То есть мельчайшие пылиночки, микроскопические пылиночки урана, взвешенные в каком-то газе. И вот в этой газовой фазе протекает управляемая ядерная реакция, выделяется тепло. То есть рабочее тело и ядерное горючее являются одним и тем же. Что, на их взгляд, позволит существенно сократить вес потребного рабочего тела. Ну и, соответственно, используется это для увеличения массы полезной нагрузки. Это, представьте себе, дело тоже, по их понятию, демонстратор технологии должен в 27 или 28 году заработать. А то есть люди работают, люди работают. Возможно, я плохо искал, но российских каких-либо разработок в этой области мне найти не удалось. Это сложные, в значительной степени авантюрные. Может быть, никогда и не будущее иметь практического выхода, проекты или прожекты, связанные с использованием ядерного ракетного двигателя там, там, в космосе, в космосе, в безвоздушном пространстве, за тысячи километров от обитаемой земли. То ли получится, то ли не получится, но какая-то здравая мысль в этом есть. А теперь мы делаем следующий шаг и переходим к разговору об авиационных воздушно-реактивных двигателях, в камере нагрева воздуха, поступающего из безбрежного воздушного океана, производится ядерной реакцией, цеплом ядерного реактора. Это аналогов нет, но на тот момент действительно такого еще никто не придумал. Вещь, конечно же, была придумана американцами, можете не сомневаться. Обратите внимание на дату, октябрь 51-го года. Это разворот журнала Popular Science, популярная наука. Опять же, обратите внимание совершенно, а в открытой печати для любознательных старшеклассников и студентов. Вот так это рисовалось в 51-м году. Гигантский самолет с атомным двигателем. Первый атомный аэроплан. Как видите, там написано. Приглядевшись внимательно, мы более-менее все это дело хорошо понимаем. В хвостовой части находится ядерный реактор. Помещен такой серенький. Они изобразили, свинцовывали какую-то биологическую защиту. Там выделяется тепло. Это тепло циркулирующим коричневеньким теплоносителем жидким. Переносится в эту бочку. Видите, такая бочка. Бочка – это теплообменник. А воздух поступает в воздухозаборники на передней кромке крыла. По воздуховодам подходит туда, в эту бочку теплообменника. Там сильно-сильно-сильно нагревается, со свистом оттуда вырывается, попадает на турбины. Видите, такие интересные многоступенчатые осевые турбины. Каковые турбины? И должны крутить винты. Ибо в 1951 году тяжелый самолет принимался в сушке, как самолет с винтами. Вот такую вещь рисовали, еще раз повторяю, в 1951 году. Вы можете нисколько не сомневаться. Рисованием картинок «Поприал Сайенс» дело не ограничилось. Американцы взяли самое большое, что у них было. А у них было самое большое. Это начало 70-х годов. Этот феноменально гигантский самолет был самым большим по размаху, по крайней мере, Кирилев. Статегический воензировщик Би-36 «Писткипер». Впрочем, они это чудовище начали проектировать в 1942 году. А где-то в 1947 году он уже летал. Поверить в это невозможно. Гигантский самолет сище, 135 тонн взлетной массы, продолжительность полета до 36 часов. Пошневость, прошневые двигатели, шесть прошневых двигателей. Там салон, спальная комната, естественно, санузел, кухня и так далее. Вот этот огромный самолет сище и был использован в качестве летающей лаборатории. И сразу же, говоря, никаких, никаких ядерных, вот этого ничего не получилось. Самолет летал со своими прошневыми двигателями, которые крутили свои винты. А что же было? Один суперкомпактный, сверхкомпактный ядерный реактор, в который был помещен фюзеляж этого самолета, в бомбоотсек. А для чего же они летали? Для того, чтобы выяснить практически, что будет с экипажем. Нет, ну, разумеется, там была мощнейшая свинцовая защита. Потом там еще был какой-то резервуар, заполненный зачем-то водой. Простите, я не атомщик, не понимаю зачем. Который, опять же, закрывал людей. То есть, они хотели проверить, как будут люди, как будет работать вся бортовая электроника, как будут работать, как это повлияет на материалы. Ну, всяких материалов в самолете. Вообще, вот самолет на борту, который работает ядерный реактор. Что с этого может получиться? Они это делали, значит, летали. Летали довольно энергично. Ну, выяснили, что да, 12 тонн у них ушло только на биозащиту, на свинцовую. С 1955 по 1957 год выполнено 47 испытательных полетов. Пока, наконец, молодой энергичный Джон Кеннеди 26 марта 1961 года не прикрыл это все дело, написав, что мы потратили более 10 лет около 1 миллиарда долларов в попытках разработать. Я цитирую самолет с ядерной силовой установкой. Но возможность создания самолета полезного в военном деле в обозримом будущем все еще представляется крайне сомнительной. А на этом деле они это дело закрыли. Ну, и как вы, наверное, уже примерно понимаете, примерно в то время, когда они это закрыли, это начали делать у нас, в Советском Союзе. Причем у нас, это значит у нас, в Куйбышеве. В 1961 году я уже вполне уверенно гулял под столом, а над моей головой, о чем я, естественно, не догадывался, летал Ту-95 в советский огромный стратегический мобильдировщик. Потяжелее даже этого. Потяжелее. Размах клиентов поменьше. Все то же самое. Взяли самое большое, что было. На место бомбоотсека разместили компактный ядерный реактор. Тоже было в 1961 году, как я уже сказал, произведено большое количество испытательных полетов. 34 полета было. Вроде бы экипаж жив. Синцовая защита все сработала. И, соответственно, было решено делать следующий шаг. То есть двигатели, которые там были НК-12, трубовинтовые, действительно сделать уже ядерно-реактивные двигатели. То есть вместо камеры сгорания, камера нагрева, в которой сжатый в компрессоре воздух будет нагреваться теплом, который как-то будет выноситься из ядерного реактора. Но к тому времени наконец-то до всех дошла абсолютная бессмысленность этих затей. Чудовищная, экологическая. Тогда до слова такого не было. Ну, понятно. Радиация тогда была, такое слово. Ну, и самое главное, колоссальный риск. Ну, самолеты падают. Самолеты падают. Не бывает самолетов, которые не падают. Падали, падали. Боюсь, падать будут. Самолет, упавший на землю с ядерным реактором работающим, это что-то очень интересное. Это дело закрыли в 1962 году. И на этом, на долго, 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 на 50 лет, на полвека, на два поколения, абсолютно безумная идея летать по воздуху над обитаемой землей, выбрасывая из себя огромное количество радиоактивного воздуха и рискуя тем, что ядерный реактор упадет на землю, и вся эта бредовая идея была навсегда закрыта. Еще раз подчеркиваю, если ядерный ракетный двигатель, некое чудовищно сложное устройство, предназначенное для работы, в далеком-далеком космосе еще может находиться в пределах обсуждаемого гонка, то летающий по воздуху ядерный реактор, причем работающий реактор, это то, что лучше было бы даже не начинать. Ну вот, собственно говоря, мы, наконец-то, подходим к аналогонетному путинскому бревестнику. А последнюю, завершающую часть нашей сегодняшнего разговора мы начнем с того, что никто же не знает, никто не знает, о чем мы говорим. Это бревестника никто не видел. То есть, Путин нас всех пугает, но пугает он каким-то странным образом. Когда дети пугают, них когда-то из угла выскалькивают там тыкву, знаете ли, тыкву пустую на Хэллоуин, там классники вырезают свечку, вставляют. А нас хотят пугать одними только разговорами. Я его кто-нибудь видел, его кто-нибудь видел? Вот видите вот перед собой красивую картинку? Ну, согласитесь, она может даже и напугать. Это американские ядерные испытания Анатолия Бикини. 46-й год, лето 46-го года, только год прошел после первого практического боевого применения ядерного оружия. Американцы проводили эти испытания Анатолия Бикини, пригласили туда всех, в том числе и советских представителей, и советских журналистов, и советских журналистов в кавычках. Все пригласили. Вот, пожалуйста, смотрите, у нас это есть. Вот, сейчас кнопочку нажмем, и оно бабахнет. Вот, Путин и коллективный Путин собираются всех пугать только разговорами, ничего нигде никому не показывают. Если же судить по тем мультикам, которые они показывают, то, обратите внимание, перед вами прямо скриншот советского, извините, очень наговорка, с российского телевидения «Россия-1». Что мы видим перед собой? Мы видим перед собой очень характерный, очень понятный, в данном смысле печально известный, так сказать, вид, картинку дозвуковой крылатой ракеты. Циферки, которые мы видим перед собой, полностью подтверждают этот вывод. Скорость 270 метров в секунду – это 0,8 маха. То есть, это дозвуковая крылатая ракета, что у нас там 2,4 килограмма. Ну, больше всего это похоже на ту, вот, просто серийную «Х-101», которую сейчас российский агрессор интенсивно использовал в войне, в агрессии против Украины. Дозвуковая крылатая ракета не может быть, ну, просто сразу, это не может быть оружием, которое переворачивает шахмату и доску и весь стол. Дозвуковая крылатая ракета замечательно сбивается. Это было понятно в 80-х годах уже теоретически, а за последние полтора года, да, очень печально и очень дорогой ценой, но это выяснено практически. Дозвуковая крылатая ракета замечательно сбивается. Вопрос ее обнаружения был решен после того, как, ну, он-то давно был, но когда был уже доведен до большой серии, поставлен на все, что летает, доплевские радиолокаты способны выделять движущуюся, она быстро движется, движущуюся цель на фоне подстилающей земной поверхности. Это тот режим работы, который имеет сейчас любой бортовой локатор, начиная от легких истребителей, кончая вот этими гигантскими аваксами, огромными самолетами с этим огромным грибом большого радиолокатора, которые сутками летят в воздухе, контролируют воздушное пространство на сотни километров. Так что она выделяется, обнаруживается, она после того, как дозвуковая, практически маломанерная или вообще неманерная цель, лишенная каких-либо способов активного противодействия атакующих, сбивается, это известно, это подтверждено практикой. Так что ничего переворачивающего доску здесь не может быть, даже если это существует, и даже если оно летает. Что там внутри непонятно, имеются какие-то картинки, картинки тоже, как видите, весьма-весьма напоминают вот просто что-то вроде серийной Х-101. Что там на самом деле, не знаю. Известно только то, что в 19-м году, в августе, уже была авария на полигоне, там в Северных морях. Причем, в конце концов, даже были признаны Министерством обороны российских человеческие жертвы. С 1917 года они это дело испытывают. Еще, повторяю, они никому ничего не показывают, но при этом хотят, чтобы все пугались. А вот это непонятная вещь. Притоварищи Сталина тоже никому ничего не показывали, но и не хвастались, и не хвастались газетах появлением каких-то новых систем вооружения. Американцы другим путем. Они все показывают и всех этим пугают. А Путин решил одновременно сидеть на двух стульях, рассказывая в сопровождении своих мультиков, что это волшебная ракета, благодаря тому, что на ней ядерная энергетическая установка может летать очень долго и обходить зоны ПВО. Автофразы «обходить зоны ПВО» вызывают у меня крайнее изумление. Хотя, в общем, что изумляться, да, как-то вот, что изумляться. Если третья часть жителей Земли еще не выяснила, что вокруг чего движется, Солнце вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, то, может быть, и разговор про обход на зону ПВО кому-то может показаться интересным. Обойти можно было вот это вот, то, что сейчас перед вами, вот этот расчет зенитчиков, и видите, там командир с биноклем. Вот и радиус обзора этого бинокля, максимум, максимум километров 10, ну и зенит стреляет, может быть, километров там на 7. Должен, потому что это я, конечно, лишканул. А вот это вот можно обойти. Еще раз повторяю, в небе летают американские аваксы, которые контролируют все, все в радиусе сотен километров, летают сотни, а если надо, то тысячи самых разнообразных американских и натовских истребителей-перехватчиков, каждый из которых, еще раз повторяю, имеет радиолоката способно обнаружить эту штуковину на фоне подстилающей поверхности, после чего дозвуковая или маломаневная цель будет уничтожена, так же, как уничтожаются они практически сейчас. Что и как они собираются обходить, непонятно, а возможность этой ракеты часами, часами паражировать, кружиться в воздухе, была замечательной, просто замечательной, тактическим достоинственным правосходством где-нибудь в 1948 году, но сейчас у нас 2023 заканчивается, и чем больше она в воздухе, тем с большей вероятностью она будет обнаружена, причем заблаговременно обнаружена, и, соответственно, вероятность ее уничтожения таким образом только повышается. Подводим резюме. Данные путинских аналогов нет, как и все прочие путинские аналогов нет, являются таковым, не имеющим просто сравнить нищим, а по глупости, по абсолютной практической неприменимости и по наглости, наглости и тупизне, с которой эти фейки впендюриваются в сознании массового, и я вынужден констатировать, не слишком образованного зрителя и слушателя. Разумеется, к вам, почтеннейший публик, это ни в малейшей степени относится, и мне остается только поблагодарить вас за внимание.